И запомни имя Асала, не забывай как твоя армия у нас Асала. Ребята, реально, парни стараются, наши новые администраторы-модераторы. Итак, первое. Самое главное, придумывайте название Фомы. Неважно, какое главное, чтоб агрессивно звучал и красиво смотрелся. Второе. Фома должен быть максимум один зам. Самое главное, чтоб твои слова в семье должны быть твердым, Чтоб участник семье думал, что ты слова на ветер не кидаешь. Третье. Найти свой сервер. Где вы будете играть постоянно на одном сервере. Это для изначально. Ребят, играть на одном сервере изначально, это просто рекомендую. Не надо бегать по серверу. Самое главное. Четвертый способ. Когда у тебя уже есть инвайт, помогайте лидеру, чтобы он видел, как вы для него переживаете. И так далее. Ну там, склад фолите. Допустим, зафрафсил читера выкладывайте на форум. Все это лидер должен видеть. До окончания срока лидер может вам лидерку передать. И он про вас некоторые слова скажет, типа, о, нормальные пацаны, вот, типа, стараются за меня тащили. Не знаю, может у вас скилл плохой, но вы помогайте, понимаете, вот, помогайте. Самое важное, это помощь. Пятое. После, самое главное, не бегайте по бандам. Это важно, чтоб вас не считали фома по бегушкой. Ребята, это самый важный пункт. Почему? Потому что, если вы будете бегать, вот там, блядь, типа, тут раки, крабы. Нет. Вы изначально делаете ваш выбор, кому помогать. После оставайтесь с ним до конца срока. Пока либо он по сажению уйдет, или тому подобное. Как набрать людей фому? Думаю, это самое важное, чтобы не ошибаться. Пример проведу. Про себя. Это реально, ребят, реальная история про нас. Когда семья Асала создавалась, его никто не знал. Мы с Арамом постепенно помогали всем. Нас ливали, текашили, нин, вайчили и так далее. Но мы не падали духом. Свой шанс, когда тазик Валера нам отдал, мы его не проебали. Хорошо использовали те, кто нам давал шанс. Ну, естественно, блядь, давал не другое. Не думайте там. И так, изначально все те, кто будут вступать в фому, будут ноунеймы. Это, ребят, я не говорю, что там топ игрок или знаменитый игрок придет к вам в фому. Такого не может быть. Это вы сами должны создавать для себя такое. Главное, вы, ребят, чтобы их поднимали, а они не кидали вас дальше. Потому что это возможно будет. Когда вы их поднимете на новый уровень, типа у него уже есть инвайты, он перейдет к другим игрокам. Вы сначала издумайтесь, кто он. Можно его доверять, чтобы на мои ошибки вы, блядь, тоже не вступали. В свое время я ошибся. Эта жизнь бывает у всех такие моменты. Ладно, перейдем дальше. Теперь, когда сала известная фома, все в него хотят вступить. Это да, ребята. И мне пишут, типа, Алик, я хочу тебя там вступить в фому. Я давно смотрю тебя. Вот и так далее. Это я не хочу никого оскорбить с этим пунктом, ребят. Но вы, пожалуйста, ребят, когда вы пишите такое. Вы же знаете, блядь, я не тот малолетка. Я же знаю, что семья популярная. Семья известная. Вот поэтому вы хотите в него вступить. Вы, блядь, в глаза пили, не кидайте. Ё-моё, я чё, слепой или тупой, что ли? Ладно, перейдем. Все в него хотят вступить. Почему я всех отвечаю за... Потому что, когда сала было ноунеймом, никто не хотел в него вступить. Дальше, когда у вас уже есть опыт, глава семьи должен брать лидер. Лидер. Это обязательно. Причина. Он уже многим помогал. Верно? Вы до того, когда вступили в гетто, помогали тому. Я думаю, в ответ ему будут хилпа от того, кого он помогал. Восьмой пункт. Всегда вступайте в ссоры ради своего софамовца. Ребята, это самое важное. Если вам будет на него похуй, то и его будет на вас похуй. Вы, если лидер семьи, то ведите как вожак, ё-моё. Таким образом, все будет ясно и понятно, что данная Фома не просто так носит свою фамилию. Вы должны зубами держать своего софамовца. Это обязательно, парнишки. Десятый пункт. Баланс во мне должен быть, должен быть все игроки. И лидер, и зам. Семьи должны знать, что все игроки равны друг для друга. Но все не должны забывать, что последнее слово за лидером. Ведь он вождь, ребят. Ну, вы что скажете, блядь, задро там, типа, как ты думаешь? Но свое в наши времена, когда мы играли, там, Фома была важной пунктом, важной части. Вот так было, все понятно. Васало лично так было. Я не знаю, как там Типсайз, Веласа, Мечети, там, Дамиана, там, не знаю, вот так, та-та-та-та перечислить. Я не знаю, как там было, но у нас совсем по-другому было. И я могу спокойно сказать, что в ведущем 18-м году, тирея, 17-й год тоже считается, вот. Сейчас нету топ Фомы. Я это могу, блядь, утверждать, ну, в ютуберском смысле, что нету топ Фомы в Сампе. Не остался, просто только Асала, и все. Асала там с Фомой играет, Асала там с Фомой общается. А остальные те, которые плевают, им уже плевать, им важно, ютуб, важно деньги. 12-й год. Сейчас многие скажут, что только болтаешь, болтаешь, но самое важное, не сказал. И как всех про нас сказать, каким способом? Ну, типа, про вас уведомлять, да, типа, вот такой Фома есть, там, парни нормально стреляют, или парни нормально, склад фолят, или парни там, жалобы выкладывают. Вот так, так, вот, окей. Ютуб канал, самое важное. Как мы делали? Я создал ютуб канал с ником Алик Асала. Ну, у меня уже был там, ник Алик Асала. Первый мой ник был Алик Джан. Потом, мы к Маркусяну Асала вступили в семью. Ну, это потом мы сарамы решили, типа, давай создадим наш Фомой. Курьез был, по-моему. Потом Маркусяна Асала, Асала перешел. Окей. Не останавливаемся на этом. Создали, да, там, допустим, канал свой. Это уже после того, как познакомились с Гетто. Ну, типа, уже вы знаете, там, где-то, кто рулит, какая семья рулит, на каком сервере и так далее. Это вы уже должны ходить. Я за вместо вас не могу сказать. Смотрю там все... Это я рассказываю, как я лично там сделал. Смотрю там все свои фрагмовики дают. После я тоже делал. Вы просто можете зайти на мой канал, посмотреть мои старые мувики от 2013 года до 2015. Там, тире, 14-15, это уже слишком. Вот. Там все прекрасно видно, что я не делал мувики только для себя, ребят. Я разговаривал от своего лица и от Фомы. Сейчас, в данном время, не осталось топ-фан. Я вам это просто могу сказать на все сто. Смотрю я... Вот недавно, да, я вернулся. Смотрю я в видосы новые. Ни одно слово про семьи. Ни одно слово просто. Всем уже похуй. Всем насрать. Причина. Все уже позабили времена старые, где Фома решал. А не деньги и ютуб. Ладно, забили это. Ребят, я вас очень прошу. Когда вы будете, когда вы будете более-менее популярны, не забывайте, с кем вы поднимались. Будьте людьми, а не печатной бумагой. Это самое важное. Пункт, самый важный. Запомните, ребят. Вы просто... Сделал до там пару мувиков. Выкладывай. Если ты, конечно, хочешь поднять именно Фому, данное видео, принадлежит тем людям, которые хотят поднять свою Фому, а не тем людям, которые там поднялись сам, и это вы можете закрыть данное видео. Вам это не касается. Так, концов. Вот это... Как поднять Фому, это мой совет на данном ролике. Ребят, не знаю, может, коротко получилось, может, долго. Это вы уже сами оцените. В дальнейшем, какой совет вы бы хотели от меня услышать, пишите в комментарии. Если вы хотите от меня таких советов, честно, пишите в комментарии, насчет чего мне вам рассказывать. Или помогать, как сделать. Вот. И самое важное. Братка, не поленись. Поставь свой царский лайк. Ведь я очень старый игрок, который остался в свои старые времена. Мне твой лайк поможет, что чаще снимать видео для вас, ребята. Я хочу, чтобы данное видео вышло в рекомендацию, потому что большинство самперов не знают, как сейчас поднимать свою Фому. Сейчас большинство самперов думает, Соло, соло, все. Короче, с вами был я, бородатый, старый Алик Асала. Всем пока, всем удачи, всем желаю счастья, и всем желаю, чтобы их Фома были топ-1. Встретимся еще, ебаный врод, не переживайте.